Приветствую вас. Прочитал вопрос, прочитал ответы коллег. Не то чтобы я с ними не согласен, просто, наверное, у меня будет немножко другое мнение относительно того, что вы спрашиваете. Наверное, больше из области межличностных отношений, нежели чем некого такого обособленного восприятия. Давайте мы, наверное, сразу скажем, что я в общем и целом согласен с коллегами и согласен с тем, что они говорят по поводу того, что принятие мужчины, принятие того, как он выражает вам чувства, это действительно так, это правда. Вот. Только есть у этого один нюанс. Как бы любовь, любовь, она сама по себе любая любовь, вообще любая любовь, сама по себе подразумевает принятие. Если вы человека принимаете, то вы его любите, если вы человека не принимаете, то вы его не любите. И, ну, наверное, наверное, нельзя говорить о том, на мой взгляд, что здесь именно вот в вашем тексте, в вашем, значит, вопросе. Речь идет именно о любви. Вы же спрашиваете нас о том, что означает принять, что означает позволять любить себя. Себя. Мужчине. Вот. Давайте попробуем разобраться, что значит позволять любить себя мужчине. Значит, что вы, не любя человека сам, вот вы его не любите, да, вы его, как бы, ну, не принимаете, ну, может быть, и принимаете, да, но не любите его. Его. То есть, как бы, чувств, именно чувств к вам, именно чувства к вам у него есть, а у вас, у вас чувств к нему нету, как таковых. Ну, вот. И, по-хорошему, в этой ситуации вам нужно человеку сказать, как, прости, дорогой, да, я тебя не люблю. Прости, дорогой, со мной ты, значит, что, ну, счастливым не будешь, да, вот, я тебя счастливым сделать не могу, ну, может быть, может быть, не могу, может быть, не хочу, это не так важно, вот. И, соответственно, как бы, давай, значит, если можешь, останемся друзьями, да. А если не можешь, то, соответственно, мы с тобой друзьями не будем, вот. Вот. Но вы можете позволять мужчине вести себя так, как будто вы с ним пара. Вы можете позволять мужчине вести себя так, как будто у вас с ним, ну, есть какие-то отношения, как будто у вас с ним есть, ну, взаимная, так сказать, симпатия, взаимная любовь. Вот. Вот. И вот уже это, то есть, если вы человека не любите, если у вас к человеку нет чувств, и вы, по идее, могли бы его отвергнуть от себя, да, там, сказать, что, как бы, ну, не надо, там, на меня тратить время, там, или, там, мне, как бы, я не хочу с тобой быть, не надо мне проявлять свою любовь, потому что я тебя не люблю. Есть вот такие люди, которые, так вот говорят, да, такие же женщины, такие мужчины, ну, вот, вместо этого вы понимаете, что человеку, как бы, ну, хочется проявить вам любовь к вам любовь, и вы позволяете ему эту самую любовь проявлять к вам. То есть вы ему не допрещаете это дело. Вы позволяете ему видеть в вас любимую женщину, относиться к нему, относиться к вам, простите, к вам относиться так, как будто вы его любимая женщина. Вот и все. Вот это и называется «Позволять мужчине себя любить». Это и называется «Позволять мужчине как-то, значит, любить вас». Да, это так и называется. То есть вы могли бы его отдалить от себя, вы могли бы его оттолкнуть от себя, но вы этого не сделали, а вместо этого вы что, вместо этого? Вместо этого вы позволили ему быть с вами. То есть допустили его, как говорится, к телу, да, несмотря на то, что чувств к нему у вас нет. Вот. Могли бы вы этого не делать? Могли бы. Вы это сделали. Почему? А это не особо важно на самом деле. Почему вы это сделали? Вы хотели сделать? Вы сделали. То есть по большому счету, по большому счету. Понимаете, когда человек позволяет другому себя любить, чувств нет, как бы, ну, своих собственных чувств. Потому что такой позволяющий жест – это проявление чего? Это проявление разума. А там, где есть проявление разума, там нет проявления чувств. Вот. Вариантов для этого может быть много. Например, вы считаете, допустим, что, ну, что вот у вас никого нет на горизонте, да? Ну, вообще никого нет. То есть нет подходящих мужчин вообще, чтобы, ну, которые могли бы вас как-то удовлетворить, которые могли бы вас как-то заинтересовать, да? И прочее, прочее, прочее. Вы это знаете. И понимая этот момент, вы просто-напросто для себя решаете, ну, а почему бы и нет? Вот у меня есть такой влюбленный товарищ. Почему бы мне этому влюбленному товарищу не позволить побыть с собой? Почему бы мне этому товарищу влюбленному не позволить проявлять ко мне чувства, симпатию, понимаете? Любовь, в конце концов, в конце концов. И иногда, иногда люди на этом строят пару. Когда один любит, а другой позволяет. Часто, часто такие пары даже становятся гармоничными весьма, успешными весьма. Потому что у одного партнера всегда сохраняется трезвость ума. Он менее эмоционально вовлечен во взаимодействие в отношения. И может, если нужно, где-то пойти на компромисс, где-то выступить, где-то наоборот надавить. То есть, вот так. Позволять мужчине любить вас, это означает именно так. Конечно, конечно, можно фантазировать. Можно фантазировать и можно, например, сказать, что... Ну, допустим, допустим, что позволять любить себя мужчине, да, означает, что вы не меняете его. Ну, вот, просто вот не меняете. То есть, ну, совсем, вообще. Не меняете его, и все. Вот. Что значит не меняете его? Просто интересный момент, да? Что значит не менять мужчину? Ну, это означает, что, допустим, вы не пытаетесь его, там, грубо говоря, переделать под себя. Допустим. Вы не пытаетесь сделать так, чтобы человек, там, плясал, например, под вашу дудку. Ну, это так. Грубовато, конечно, да, наверное. Наверное. Но, тем не менее. То есть, вы, как бы, больше заботитесь о человеке здесь. Ну, в данном вот конкретном случае, в данном конкретном моменте, вы больше заботитесь именно о нем самом. Понимаете, какая штука. Вот. Ну, опять же, это зависит от того, хочется ли вам этого. Нравится ли вам это. Как бы, удовлетворяет ли вас это. То есть, ну, вполне логично, что вам может, ну, как бы, не нравится то, как человек проявляет к вам свою любовь. Вполне вероятно, что вас это может не устраивать. Вполне вероятно, что вам может, ну, не нравится. Не нравится то, как он проявляет. Тем более, если вы просто-напросто ее не принимаете. Ну, вот. Это ваше право. Вы можете его, как бы, пытаться, там, скорректировать, чтобы он давал вам именно то, что вы хотите. Вот. Может такая ситуация быть? Да, вполне легко. Ну, вот. Далее. 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 Иногда, иногда термин позволить любить себя используется еще в таком контексте, что вот произошла, например, какая-то обида. Ну, мужчина обидел, там, допустим, женщину, да, вот. Случайно, специально, не специально, не важно, обидел. Вот. Женщина его, как бы, ну, простила. Или простила, или не простила, или простила, но не до конца. В общем, не важно, да. Вот. Ну, ей неприятно. Все равно. Ее неприятно. Неприятно то, что происходит, неприятно, там, как, может быть, мужчина себя ведет, как он может быть, ну, просто, может быть, неприятен ей, мужчина. Может же такое быть, правильно. Вот. Ну, она позволяет ей, позволяет ему любить себя, как, как бы, в память, в память о простых отношениях, например. позволяет ему любить себя, как бы, ну, как раньше, потому что сама, допустим, не готова выйти из этих отношений сама, не готова их, там, променять на что-то другое, например. Вот. В этом тоже ничего, ничего плохого, как бы, нет. Это выбор. Я не думаю, что кто-то вправе, там, судить, да, там, вас, там, или этого мужчину и так далее. Вот. Тут немного важен, на самом деле, больше другой момент, чтобы вы не судили. Вот что важно. Показано. Чтобы именно вы не судили, не судили, ну, мужчину, например. Вот. Это вот куда более важный момент. Вообще, конечно, надо бы разобраться более подробно с контекстом, потому что, видите, каждый эксперт понимает контекст по-разному. Вот. Ну, надеюсь, мой ответ вам несколько приоткрыл завесу над этим, этой формулировкой. Вот. Ну, некоторые называют это еще манипуляцией. Вот. Я позволяю мужчине любить себя. Я им манипулирую. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.